Создатели технических новинок Мастера ехали издревле. Иван Грозный поставил это дело на регулярную основу. Привечая и технарей, и врачей, и аптекарей, он следил, чтобы мастер был хороший. При следующих царях нам норовили прислать мастеров похуже. Светский посол в 1648 году хвастался своему королю. Тульские и другие горные заводы не в состоянии будут вредить горным заводам вашего королевского величества, ибо я достал плохого кузнечного мастера. Петр I уже из первой поездки за границу привез почти тысячу иностранцев, чтобы обучали секретам ремесла наших людей. У молодой советской власти были проблемы с кадрами. В ходе Первой мировой и гражданских войн подготовка кадров не велась, а масса образованных людей эмигрировала. И вот экономика разрушена, научно-исследовательская и конструкторская работы парализованы, а транспортная система осталась без управления. Между тем, страна жила под угрозой извне, без шансов выстоять в случае военного противоборства с индустриальными державами. Отношения со многими из них в 1920-х годах были плохими. К тому же англосаксы начали реанимацию военно-промышленного потенциала Германии по плану ДАЭСа. Туда широко пошли иностранные, в основном американские кредиты. Надо было модернизировать экономику Советской России. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут, говорил Иосиф Сталин. Однако в нашем случае рассчитывать на вливание иностранного капитала не приходилось. Модернизацию ввели за счет внутренних ресурсов. Были построены Днепро, ГЭС и другие электростанции, громадные заводы, угольные шахты в Донбассе. Создана угольно-металлургическая база на востоке страны. А строить это все и пускать в эксплуатацию помогали так называемые иноспецы. В том, что их надо приглашать, сомнений у властной верхушки не было. Ведь сам Ленин учил, что социализм невозможен без использования завоеваний техники и культуры, достигнутых крупнейшим капитализмом. На первом этапе строили заводы. А потому в 1929 году было создано Центральное бюро иностранной консультации при строительном комитете ВСНХ. Как раз в это время западный мир впал в жестокий экономический кризис. И Советская Россия, из которой совсем недавно бежали толпы людей, сама превратилась для иностранцев в страну желанной эмиграции. К 1932 году уже приехали сотни тысяч человек. И еще более миллиона ожидали разрешения на въезд. Но пускали не всех подряд, а только нужных, прежде всего, инженерно-технические кадры. С 1930 года главным консультантом советского правительства по промышленному строительству стала фирма Альберта Кана из Детройта, США. Ее стараниями было спроектировано более 500 крупных промышленных объектов. Тракторные заводы в Челябинске и Харькове, автомобильные в Москве и Горьком, станкостроительные в Калуге и Новосибирске, прокатные станы в Магнитогорске и Нижнем Тагиле. Крупнейший тракторный завод построили для нас под Чикаго. Потом его демонтировали и перевезли в Сталинград, где он и был запущен всего через полгода. Строительство жилых поселков вокруг техзаводов и комбинатов тоже вели звезды первой величины. Эрнст Май, Ханнес Майер, Бруне Таут, Ганс Шмидт. За короткий срок они спроектировали жилую застройку Магнитогорска, Нижнего Тагила, Сталинграда и других городов. Эти европейские архитекторы вели архитектурный надзор, писали экспертные заключения, заседали в градостроительных комиссиях и консультировали строителей, которые были все же наши. Зарплаты им платили, будь здоров. В среднем иностранцев поощряли в разы лучше, чем своих, а иногда за несколько дней работы давали 10 тысяч долларов, правда только носителям новейших технологических секретов. Специалисты получали переводчиков, машины и квартиры. Их снабжали через Инснаб, имевший филиалы в 14 крупнейших городах. Это, кстати, вызывало проблемы с местным населением. Тот уровень жизни, который советская власть создавала иностранцам, в целом был, конечно, ниже, чем мог бы быть у них на родине, если бы не кризис и безработица. Но уровень жизни советских людей был все-таки еще ниже. И благоденствие чужаков раздражало русских. Нередки были стучки между своими и иностранными рабочими. При ВЦСПС было создано ино-бюро для контроля за жизнью иноспецов в СССР. Профсоюзы и администрации предприятий в стычках местных и пришлых работяг всегда вставали на сторону пришлых. С иноспецами также вели работу агенты НКВД и Коминтерна. При открытии московского митрополитена нарком пути сообщения Лазарь Каганович произнес. Мы уверены, что приехавшие к нам гости иностранные специалисты не могут не проникнуться уважением к тому строю, в той стране, к тем людям, которые творят новое, которые могут создавать такие замечательные сооружения, как московский митрополитен. Сначала шло строительство, затем спецы-строители, оставив обучение отечественные кадры, уехали, а технари и эксплуатационщики приехали. Среди них уже было меньше инженеров и больше высококлассных рабочих. После 1933 года валом пошли политэмигранты, бежавшие от фашистских режимов. Немцы, австрийцы, венгры, чехи и прочие. Эти в большинстве своем какой-либо квалификации не имели. И прибыв к нам, проходили под опекой Коминтерна ускоренные курсы шиферов, слесарей и тому подобное. Они работали и жили, как обычные советские люди. Многие из них приняли советское гражданство и остались в СССР навсегда. Основная масса иноспецов покинула Советский Союз к исходу 1938 года. Экономический и научно-технический рывок, совершенный в 1930-е годы, вывел СССР на первое место в мире. Созданная тогда система плановой экономики, подкрепленная наукой, идеологией, культурой, 1940-е выстояла в Великой Отечественной войне. А затем смогла ответить на вызов американской атомной дипломатии. Но вклад иностранных граждан и фирм в создание технической мощи СССР до сих пор не оценен по достоинству. Хотя при жизни Сталина значение этого вклада понимали. Очерки и статьи об иностранных рабочих и инженерах постоянно появлялись в прессе. Выходили брошюры, в том числе написанные самими иноспецами. Писатели писали романы. Так Илья Эренбург издал роман «День второй» с красочным описанием работавших на стройке в Кузнецке иностранцев. Фактически вся автомобильная и тракторная промышленность СССР в эпоху Сталина были созданы при активном содействии Генри Форда. Это и первый серийный советский трактор «Фордзон Путиловец» 1923 года, переработанный для производства и эксплуатации в СССР «Фордовский трактор Фордзон», созданный и запущенный в производство в годы Первой мировой войны XX века. Строительство Горьковского автозавода 1929-1932 годы, реконструкция московского ЗИЛа в годы Первой пятилетки, подготовка персонала для обоих заводов – все это было осуществлено при решающей разносторонней помощи Генри Форда и специалистов в «Форд Моторс». В результате этих отношений американский миллионер значительно увеличил свое благосостояние. Сам Сталин, беседуя 26 июня 1944 года с председателем торговой палаты США Эриком Джонстоном, сказал ему «Мы многим обязаны Генри Форду, он помогал нам строить автомобильные заводы» и прибавил «Да хранит его Господь». Однако Сталин умер и началось шельмование той эпохи. Писали, что техническая помощь от капиталистических фирм была чрезвычайно ненадежной, а и на спецы больше шпионили, чем помогали. Вообще при Хрущеве позорящие выдумки о нашем прошлом генерировались беспрерывно. И что ужасно, эти выдумки до сих пор в ходу. А потом про их участие в создании мощи СССР и вовсе забыли. Статья подготовлена Дмитрием Калюжным, публикуется в журнале «Загадки истории» номер 32-2014 год. Не забудьте подписаться на канал в правом верху.